Программа «Вечер» в прямом эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска «Коронка». В России арестован восьмой фигурант дела о теракте в Крокусе. Российские власти продолжают обвинять в причастности Украину. И после теракта стали активно обсуждать смертную казнь. Введут ли ее в Россию и кого будут убивать? Украинские военные заявляют, что поразили ракетой «Нептун» корабль Константин Ольшанский. Десять лет назад Россия его украла. Зеленский снял Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны и назначил главу внешней разведки на эту должность. Что это означает? И это далеко не все темы сегодняшнего эфира. Ставьте лайки, если считаете, что для вас это безопасно. Мы начинаем. Итак, российские власти и спецслужбы продолжают настаивать, что за атакой на Крокус-Сити-Холл стоит Украина. Так, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил журналистам, что, процитирую, «многое указывает на причастность Киева». Глава ФСБ Александр Бортников также сегодня заявил, что это Украина готовила боевиков на Ближнем Востоке, но доказательств никаких не дал. Власти Украины категорически отвергают причастность к этому теракту. США и другие страны Запада заявляли, нет доказательств причастности Украины к нападению и предлагали помощь в расследовании. Глава российского МИДа утверждает, что страны Запада ангажированы и России не нужна их помощь. С одной стороны, мы, я уверен, справимся с этим расследованием, а с другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов и, скорее всего, будет направлена для того, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало исламское государство. А Украина ни при чем нам такая помощь. Едва ли потребуется. Еще раз скажу, справимся сами. А к двойным стандартам наших западных друзей мы давно привыкли и будем действовать впредь исключительно, исходя из нашего полного понимания, чего и какими методами добивается Запад. При этом французский президент Эммануэль Макрон накануне сообщал, группировка, которая взяла ответственность за трагедию в Крокусе, стоит за попытками атак во Франции. Именно поэтому французские власти повысили уровень террористической угрозы в стране. И сегодня суд в Москве арестовал восьмого обвиняемого по делу о теракте в Крокус-Сити-Холл. За всеми обновлениями следит мой коллега Тимофей Рожанский. Тимофей, привет, рассказывая все, что известно о новом арестованном. Привет, Ира. Восьмым подозреваемым по делу о теракте в Крокус-Сити-Холле оказался Касимов Алишер Хатамович. По данным телеграм-канала Шот, он сдал одному из нападавших Фариду Неймшам Судину квартиру в деревне Путилково. Ну и потому, что мы знаем из зала суда, судя по всему, примерно в этом его и обвиняют. По крайней мере, в том числе и в этом. Следствие считает, что там готовился теракт. В этой квартире Алишер Касимов, 32-летний повар и бизнесмен, живет в Красногорске, владеет кафе. Когда он попытался объяснить на заседании, что не знал съемщиков, а просто дал объявление о сдаче квартиры, судья отказалась слушать показания и сразу же закрыла заседание от прессы. Это передавал корреспондент издания «Медиазона», который был на заседании. Мать арестованного была в слезах и после заседания поговорила с журналистами на улице. Видео опубликовало издание «Сота». Я одна воспитала, без отцов. Мой жид хороший человек. Он не виноват, его не знает, он работает сам, его не знает через обиду ножи. Я приехала, как узнала, у людей узнала, приехала. Я одна, одинокая женщина, у нее трое детей. Три года, два года и один годик. Он простой человек, веришь и всем верит. Всегда он хочет помогать людям, а он через обиды их вот нашел. Интересно, что в этом деле остаются еще трое задержанных. Владимир Путин говорил об 11. Восьмерых басманный суд уже арестовал. Мы всех их уже видели. Знаем их фото, видели их на видео. Судьба еще троих неизвестна совершенно. По закону, после 48 часов задержания нужно либо предъявить обвинение, либо отпустить. Обвинение, судя по всему, не предъявлено. И эти трое не арестованы. Кто, нигде, им непонятно. Глава ФСБ Бортников сегодня заявил, что информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте. Напомню, на телах подозреваемых были многочисленные следы пыток. И мы видели видео, на которых задержанных пытают. Правозащитники подчеркивают, что ценность информации, полученной с применением пыток, критически мала. О ходе следствия известно очень мало. Вчера глава Следственного комитета докладывал президенту. Сегодня на вопросы журналистов ответил Дмитрий Песков. Но, в общем, тоже был не слишком содержателем. Следствие продолжается. По состоянию на вчерашний вечер, руководитель Следственного комитета Бастрыкин доложил президенту, когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии. Турецкое издание «Еткин Репорт» сообщает, что двое обвиняемых бывали в Стамбуле в феврале и в марте и жили в отелях в районах Фатих и Шишли, после чего полетели в Москву. Речь о Фаридуне Шамсидине, который публиковал фото из Стамбула в феврале, и Мурадали Рача Бализада. Русская служба «Радио Свобода» и проект «Система» готовят материалы, уже опубликовали на сайте по следам теракта в Москве. И у нас в эфире Марк Крутов, журналист «Радио Свобода», автор этого материала. Марк, привет. Рассказывай, что нового удалось вам выяснить в итоге? – Добрый день. Удалось найти российские соцсети Фаридуна Шамсидинова. Ну, есть много разных вариантов написания его имени. Шамсидин Фаридуни, и будем придерживаться вот этого более-менее официального. Шамсидин Фаридуни, его сейчас называют близкий к Кремлю, Телеграм-канал, главным организатором теракта. И мы выяснили, что он вел такие популярные в России соцсети, как «Одноклассники» и «ВКонтакте». И в обоих этих соцсетях он использовал совершенно другое имя. Не Шамсидин Фаридуни, а использовал имя «Абдулох». И именно «Абдулохом» называли организатора этого теракта и еще один из задержанных. И издание, например, «Важная история», которое даже предполагало, что этот Абдуло, загадочный человек, который устроил теракт в Стамбуле в январе этого года, его фамилия Абдуло Буриев. Ну вот мы выяснили, что судя по всему, опять же, не можем говорить этого точно, но Абдуло – это и есть Шамсидин Фаридуни. И что интересно в этих аккаунтах можно найти? Ну, «Одноклассники», там у него около 20 друзей, в основном это молодые девушки из России, из Таджикистана. А из материала «Таджикской службы радио свободы» мы знаем, что в 2020 году Шамсидин Фаридуни освободился из тюрьмы, где сидел за сексуальное домогательство. И во ВКонтакте у него ничего нету, кроме того, что последний раз он туда заходил в январе. Но благодаря тому, что мы нашли его в ВКонтакте, нам удалось найти его телефонный номер. И вот по этому номеру мы нашли уже его Телеграм. А может быть наши зрители помнят, что на первом допросе Шамсидин Фаридуни рассказывал, что именно в этом мессендже с ним связался помощник проповедника, который предложил ему за 500 тысяч рублей устроить теракт. Так вот, в Телеграме последний раз Шамсидин Фаридуни был 18 февраля, и это примерно совпадает с его показаниями. Он говорил на допросе, что где-то месяц назад с ним связались. С тех пор в Телеграм, по крайней мере в этот аккаунт, Шамсидин Фаридуни не выходил. Таким образом, нам удалось составить некоторую хронологию того, что может быть подготовка к теракту. Соответственно, 18 февраля Шамсидин Фаридуни последний раз пользуется Телеграмом, то есть мессенджером, через который его нашел помощник проповедника. 23 февраля Фаридуни публикует фотографии из стамбульской мечети Фатих, о которой только что говорил мой коллега у вас в эфире. Это, кстати, надо отметить не просто известная очень мечеть, но она расположена в самом большом и самом консервативном мусульманском районе Стамбула, который также называется Фатих. Далее, 2 марта, это по версии источников рейдера в турецких службах безопасности, или 4 марта, это, как говорил на допросе сам Шамсидин Фаридуни, он вернулся с еще одним обвиняемым в Москву. И, наконец, 22 марта произошли события, о которых мы все знаем, теракт в Крокус Сити Холи, унесший жизни 139 человек. То есть, можем ли мы делать вывод из этой вашей проделанной работы, что похоже, что задержаны действительно реальные подозреваемые? Ну, скажем так, это еще один камень в копилку на чаш весов той версии, что Шамсидин Фаридуни, он же Абдуллах Загаров, в соцсетях Загаров, это фамилия его сестры, как выяснила Таджирская служба радиосвободы, что да, действительно, этот человек был главным в группе этих четырех задержанных обвиняемых. Хорошо, Марк, как вы оцениваете вообще вот эти заявления российских властей о том, что причастна ко всему этому Украина, к подготовке этих людей, тренировке и так далее? Нашли ли вы хоть что-то, что могло бы на это указывать? Вы знаете, мы изучили уже, наверное, с десяток аккаунтов в разных соцсетях Шамсидина Фаридуни и других обвиняемых, и ни в одном из них нет буквально ничего, что указывало бы на украинский след. Более того, все они предстают, это опять же не обязательно должно говорить о каких-то наклонностях человека к терроризму, естественно, но они все верующие мусульмане. Например, Фаридуни лайкал посты в 2020 году с поздравлениями к Рамадану, а как мы знаем, российские источники, близкие к Рамадану, утверждают, что мусульмане не могли совершить теракт к Рамадану. Но это, конечно, не так. Есть миллион примеров терактов, совершенных и исламским государством, группировкой, признанной террористически во многих странах мира, совершенных ей во время Рамадана, и другими группировками. Ну и, повторюсь, ничего вообще того, что указывало бы на их связь не только с Украиной, но и вообще с какой-либо страной западной России, просто нет ни друзей, ни фотографий, ни упоминаний, ничего. Хорошо. А есть ли у вас понимание, куда они все-таки направлялись после совершения теракта? Потому что Путин говорит о том, что ехали в Украину, как единственная привязка, по крайней мере, сейчас, и там готовилось некое окно. И многие представители российских властей говорят, что они должны были уехать в Украину. Но сегодня Александр Лукашенко фактически противоречит Путину и говорит о том, что подозреваемые сначала ехали в Беларусь, а когда узнали, что участок границы закрыт, потом направились в сторону Украины. И, кстати, давайте вместе послушаем эту цитату, чтобы наши зрители понимали, о чем речь. В первые минуты, как в России, часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ. Он занимается антитеррористическими мероприятиями. Мы по самой боевой ситуации привели в действие свои подразделения, поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели, поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы. Так вот, Марк, есть ли у вас понимание, куда направлялась эта машина? Во-первых, я не знаю, куда Александр Лукашенко взял, что они что-то увидели. Как можно что-то увидеть на расстоянии 130 километров, я не знаю. А именно на этом расстоянии, как украинской, и на чуть меньше, от белорусской границы, они были пойманы. В том числе тот самый Шансудин Фридунин. Они ехали по трассе, которая ведет в Украину. Действительно, их поймали в 130 километрах от границы примерно. И вроде бы даже они проехали последний поворот, где они могли свернуть в сторону Беларуси. Но мне сложно сказать, что это можно считать каким-то свидетельством причастности Украины. Во-первых, мы знаем, что украинско-российская граница действительно сейчас во время войны, с одной стороны, это такая самая зиминированная полоса между двумя государственными в мире. С другой стороны, мы знаем примеры, как, например, те же рейды русского добровольческого корпуса в Брянскую область, когда его бойцы заходили спокойно через эту границу в приграничные села Брянской области. А значит, что такой путь теоретически можно проделать и в обратном направлении. И тут я уже сейчас буду, наверное, спекулировать, это мое личное мнение, но если организаторы этой стрельбы в Крокус-Сити-Холле думали, как им можно избежать поимки, то вариант попробовать просочиться через российско-украинскую границу, в принципе, мог ими рассматриваться. Он, конечно, очень рискованный, но все остальные варианты, возможно, были еще хуже. Но, опять же, это никаким образом не говорит о том, что Украина к этому могла быть как-то причастна. Повторюсь, мы знаем уже за время этих двух с половиной лет полномасштабной войны, что случаи перехода этой границы в сторону России были, значит, могли быть теоретически и обратными случаи. Марк, спасибо вам большое. Марк Крутов, журналист Радио Свобода. Спасибо. Но в Петербурге задержали мужчину за посты в Фейсбуке о нападении в Крокусе. Полицейские увидели в его словах признаки экстремизма. Задержанного зовут Николай Коношенок, а написал он дословно следующее. Почему Крокус, а не Кремль? Перепутали? На посты обратили внимание провластные телеграм-каналы. Коношенок их удалил и, как позже рассказали силовики, пытался улететь в Ереван, однако был задержан в аэропорту Пулково. Издание «Фонтанка» написало, что против Коношенка могут завести уголовное дело. Официально об этом не сообщали. Управление МВД опубликовало вот эти кадры, на которых Коношенок извиняется за свои слова. Его жена Роксана Шатуновская, которая 13 лет была директором общественного пространства «Новая Голландия», после инцидента уволилась, поскольку объяснила, как она сама объяснила, процитирую, член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания. Ответственность за нападение на Крокус Сити Холл ранее взяло на себя афганское крыло ИГИЛа, Вилаяд Харасан. Напомню, что ИГИЛа – это организация, признанная террористической. Они активно вербуют сторонников Центральной Азии. Подробнее о деятельности радикальных исламистов в регионе в материале наших коллег из программы «Азия». О массовой вербовке и участии уроженцев стран Центральной Азии в рядах радикальной группировки Вилаяд Харасан первыми забили тревогу представители также экстремистского талибана. После захвата власти в Афганистане в августе 2021 года талибы стали главной мишенью для боевиков исламского государства. Помимо ежедневных мелких атак на отдельных боевиков талибана, Вилаяд Харасан совершала крупные теракты с множественными человеческими жертвами в религиозных и образовательных учреждениях азарейцев-шиитов. Иностранные граждане, особенно граждане Таджикистана, причастны к нападениям, которые произошли на мечети, монастыри, религиозные школы и религиозных ученых в Афганистане. В настоящее время точное количество примкнувших к экстремистам Вилаяд Харасан уроженцев Центральной Азии неизвестно. По разным данным, речь может идти о сотнях или даже тысячах человек. Например, в 2022 году только в Таджикистане было открыто 720 уголовных дел, связанных с терроризмом и экстремизмом, и эта цифра с каждым годом продолжает расти. Помимо привлечения жителей Центральной Азии непосредственно в свои вооруженные ряды, Вилаяд Харасан также усилила виртуальную вербовку. Таджикистанский эксперт в области противодействия насильственному экстремизму Рустам Азизи в интервью агентству «Азия плюс» рассказал, что вербовщики в основном сфокусированы на трех группах жителей региона. Первая группа — это люди с кризисом идентичности, ищущие новую идентичность, особенно это характерно для молодого возраста. Это в основном люди из сильно модернизированных семей, либо смешанного происхождения, достаточно светские или, как мы привыкли называть, обрусевшие семьи, которые в условиях новых национальных государств испытывают затруднения с определением своей смешанной идентичности. Вторая группа — это люди склонны к криминальному образу жизни. Если посмотреть на некоторых боевиков ИГИЛ, не только из наших стран, но и из европейских, то это люди с криминальным прошлым или склонны к преступной деятельности. И третья группа — из неуспешных людей, часто с низким уровнем образования и дохода, при этом с высоким уровнем неосознанной религиозности, которая делает их склонными к подчинению. Высокая результативность вербовщика Филаэт Хурасан, по мнению российского востоковеда и афганиста Андрея Серенко, связана еще и с социально-политической ситуацией в странах Центральной Азии, а также с успехом талибов в Афганистане. В свое время они, организаторы, были подготовлены сетью Хакани. Ее влияние на афганский филиал ИГИЛ колоссально. Сеть Хакани — это фактически афганский отдел пакистанской межведомственной разведки. Люди там — профессионалы, воспитывались в свое время в пакистанских спецслужбах, тщательно ими опекались и опекаются, на самом деле до сих пор. Поэтому та часть ИГИЛ, которая ответственна за планирование операций, имеет очень хорошую школу, очень хороших учителей. Большинство аналитиков уверены, что пока у потенциальных жертв вербовок на родине сохраняется непотизм, коррупция и несправедливость, а в принимающих странах мигранты остаются абсолютно бесправными, количество потенциальных исполнителей терактов не уменьшится. И к другой теме. В Конституционном суде России не стали комментировать отмену моратория смертной казни, потому что, дальше цитата по Интерфаксу, «вопрос может стать предметом рассмотрения Конституционного суда». Эту тему в России начали активно обсуждать сразу после теракта в Крокус-Сити-Холле. И сейчас уже говорят об этом в Государственной Думе. Юрий Баранюк далее. Крокус-Сити-Холл еще тушили, когда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже пригрозил убийством тем, кто открыл стрельбу в концертном зале. Тогда он, правда, предположил, что за атакой может стоять Украина. В воскресенье Медведев еще раз написал, что все причастные к теракту – легальная и главная цель. Конец цитаты. Практически сразу тему подхватили в Государственной Думе. Наша партия будет настаивать на проведении 8 сентября этого года, Единый день голосования, референдума общенационального о возвращении смертной казни для этих нелюдей, мерзавцев, которых не должна носить наша планета. Фактически смертная казнь в России есть. Просто на высшую меру наказания введен мораторий. Последний раз ее применяли в 1996 году. Тогда в Москве казнили серийного убийцу Сергея Головкина. С тех пор после резонансных преступлений в обществе вспыхивали диалоги о возвращении смертной казни. Но к единому мнению так и не пришли. В 2021 году Левада публиковала такие данные. За возвращение смертной казни в том же объеме, что и в 90-х годах, выступали около 40% опрошенных. За расширение чуть больше 15%. 20% высказались за продолжение действия моратория. 17% за полную отмену высшей меры наказания. Статистика, на которую ссылается депутат Государственной Думы Сергей Миронов, на эти данные совсем не похожа. Но источник своей информации он не раскрывает. Мы знаем, что есть социология, которая была сделана задолго до этого страшного теракта, до начала специальной военной операции. Где 69% наших граждан выступает за возвращение смертной казни, в частности для педофилов и для террористов и их пособников. Кремль устами Дмитрия Пескова пока дистанцировался от этой дискуссии. Но не Государственная Дума. Ее председатель уже сказал, что референдум не нужен. По словам Вячеслава Володина, достаточно просто решения Конституционного суда России. У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов. В Конституционном суде уже сказали, что возвращение смертной казни может стать предметом обсуждения, несмотря на голоса против. Чем это опасно, в своем телеграм-канале написал вице-спикер Госдумы Владислав Дованков. Главный аргумент против смертной казни – неизбежность судебных ошибок. Ни одна ошибка не стоит человеческой жизни. А когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны. В реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали. И список пополняется регулярно. Станет ли в России безопаснее, если власти снова будут применять смертную казнь? По мнению политолога Нины Хрущевой, главный бенефициар – это Владимир Путин. И именно его безопасность должна гарантировать возвращение высшей меры. Каждый раз это только усиливает репрессии, потому что в конечном счете речь идет не о защите людей, а о том, чтобы режим выжил, чтобы предотвратить протест людей против режима. Таким образом они смогут контролировать протест, но в то же время им нужно немного повысить безопасность. Но это наверняка будет использовано на благо режима, для укрепления власти Путина. Если смертная казнь для обвиняемых в терроризме будет введена, кого она коснется? Для этого достаточно прочитать список террористических организаций, которые ведет ФСБ. Там, кроме по-настоящему опасных группировок, целый ряд подразделений ВСУ или даже выдуманных организаций, как, например, террористическое сообщество «Сеть». Фигуранты этого дела – анархисты. Сразу несколько из них во время следствия заявляли, что свои признательные показания они дали под пытками. Продолжить эту тему хочу с нашим гостем. Российский адвокат Иван Павлов у нас в эфире. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Володин, спикер Государственной Думы, заявил, что не нужно менять законодательство. Эта норма есть в Конституции и статья, соответствующая в Уголовном кодексе. И что достаточно просто решение Конституционного суда. По вашей оценке, действительно ли это так? Ну, смотря для чего. Статья, действительно, в Конституции есть, которая предусматривает возможность применения смертной казни. Есть ряд преступлений в Уголовном кодексе, которые также предусматривают в качестве наказания смертную казнь. Но, опять-таки, не для любых преступлений на сегодняшний день в соответствии с Конституцией возможно применение смертной казни. В Конституции сформулировано требование так, что смертная казнь, вплоть до ее отмены, возможно за совершение особо тяжких преступлений против жизни. При этом еще дополнительное условие, что такому подсудимому должно быть предоставлено право на рассмотрение в суде присяжных. Если речь, например, идет о таких преступлениях, как терроризм, то терроризм относится к преступлениям не против жизни, а против общественной безопасности. То есть, получается, надо расширять категории тех преступлений, к которым допустимо применять смертную казнь. Я уже не говорю о том, что, например, сегодня терроризм не относится к тем преступлениям, которые рассматриваются судом присяжных. Понятно. То есть, это вот что имеется в виду, когда, говорится, нужно менять Конституцию. Потому что об этом же говорил Зорькин, собственно, глава Конституционного суда в 2022 году. Но я, честно говоря, не нашла его аргументации. Теперь, по всей видимости, понимаю, о чем он говорил. Кстати, о Зорькине. А вы... Он остается сейчас главой Конституционного суда. То есть, он должен будет выносить это решение, если на нем будут настаивать российские власти. А по вашим оценкам, насколько вообще судьи Конституционного суда в России независимы? Ну, в России, мне кажется, уже не осталось судей, которые могут называть себя независимыми. Да, потому что, ну уж, Конституционный суд уже давно является органом, который стоит в позиции, чего изволите. Любую, как бы, инициативу, значит, которая исходит из Кремля, этот орган будет поддерживать уже и судом-то называть его как-то, ну, неудобно. Поэтому, думаю, что если такая инициатива придет там из Государственной Думы, ну, по крайней мере, будет понятно, что Кремль поддерживает эту инициативу, то уверен, что Конституционный суд найдет, так сказать, слова... И формулировки для решений. Которые, да, лягут в основу решения, где будут пересмотрены все предыдущие позиции, тем более, что, в общем, для этого нет никаких препятствий сейчас. Те позиции, которые были высказаны раньше, там с тех пор и Конституция поменялась, понимаете, как и отношение к приоритету прав, к приоритету норм международного права изменилось. Поэтому на сегодняшний день нет никаких препятствий к тому, чтобы Конституционный суд дал зеленый свет смертной казни. Но, даже если Конституционный суд примет такое решение, то выходит из всего того, что вы поясняли в самом начале нашего разговора, это будет смертная казнь за теракт. Будет невозможно согласно действующему законодательству Российской Федерации? Да, именно так. Смертная казнь вернется, но только за те преступления, которые против жизни. То есть, например, за убийство с какими-нибудь квалифицирующими признаками. То есть за те преступления, которые и сейчас в уголовном кодексе есть предусмотрена смертная казнь. А теперь объясните, почему теракт с таким количеством жертв не является преступлением, посягающим на жизнь? Ну, так формулировался уголовный кодекс. Понимаете, в свое время это давно было. Поэтому тогда вообще не было столько проявлений терроризма, как это стало происходить позже. А недостаточно ли тогда будет изменить статью уголовного кодекса, не знаю ли это уголовно-процессуально, где описано, что такое теракт, и просто там в объяснении к терроризму добавить, что это в том числе преступление, которое подсягает на человеческую жизнь? Может такой быть подход. И таким образом не менять Конституцию, изменить просто... В общем, такой подход хитрый, да, возможно. И будет ли такой подход применен, ну, посмотрим. Ну, все равно, вот есть условия еще ведь и суд присяжных, а дела о терроризме передавать в суд присяжных сегодня, ну, то есть тогда придется передавать такие дела в суд присяжных, а это уже, ну, как бы некоторая угроза, потому что там все-таки будут работать юристы, независимые юристы. И в делах присяжных достаточно высокий процент оправданий. Хотя, конечно, потом они на уровне, там, Верховного суда отменяются, да, но все равно есть угроза того, то есть режим получит угрозу того, что на первой инстанции может быть оправдательный приговор со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе с освобождением людей из-под стражи, немедленным освобождением из-под стражи. Ивана, вот что еще хотел обсудить, но у нас совсем мало времени остается, но все же, первое, об этом, наверное, одним из первых, окей, заговорил Дмитрий Медведев, он тогда написал, что никакие суды, это важно, я процитирую, никакие суды и расследования не помогут, если Сирии не противопоставить силу о смертям, тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Ну, выходит, если сейчас примут смертную казнь, тогда вообще стоит ожидать, что далее каким-то образом узаконят еще и репрессии против семей? Вообще, вы знаете как, я бы не придавал столь, как бы, значимых, столь высокую значимость тем словам, которые пишет сейчас Дмитрий Медведев. Все-таки его посты просто пронизаны иногда ненавистью и настолько эмоциональны, что, в общем, там, вот в этих эмоциях очень сложно найти какой-то сухой остаток в виде каких-то правовых аспектов. Поэтому, ну, вот я бы не ориентировался на его слова. Надеюсь, что горячие головы немножечко надо остудить сейчас, да, и подумать вообще о проблеме необходимости возвращения смертной казни, поскольку, понимаете, как порядок в стране ведь не обеспечивается суровостью наказания, он обеспечивается его неотвратимостью. То есть, вот в этом плане... А еще справедливыми судами, справедливой системой. Да, и здесь, когда суды действительно выносят минимально ничтожное, там, число, долю приговоров, да, то есть, вот кто-то там говорил, Даванков, по-моему, говорил 0,33%, я вам скажу, нет, 0,17%. То есть, это, ну, вообще, ну, то есть, ниже всяких там погрешностей. Поэтому в этих условиях вводить смертную казнь, ну, это очень опасно. И тем более, что режим должен понимать, что он не вечен. И эти нормы в первую очередь после падения режима коснутся их самих. Поэтому здесь им надо крепко подумать, тому же Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Иван, спасибо вам большое. Адвокат Иван Павлов был у нас в эфире, говорили о возможном введении смертной казни в России. Спасибо. Так, Украина поразила десантный корабль Константин Ольшанский в оккупированном Крыму. Об этом сообщил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, по кораблю нанесли удар ракетой «Нептун». В ВМС рассказали, что в результате удара судно получило повреждения, и сейчас корабль не боеспособен. При этом важно отметить, что Константин Ольшанский – это вообще украинский большой десантный корабль. А Россия захватила его в марте 2014, когда только начинала оккупацию полуострова. Напомню, что на этих выходных ВСУ также сообщали о поражении двух российских десантных кораблей «Ямал» и «Азов», а также Центра связи и нескольких объектов инфраструктуры Черноморского флота в аннексированном Севастополе. По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, это может стать новой большой потерей для российского флота. Власти оккупированного полуострова не признали поражение военных объектов. Почему российские корабли до сих пор остаются относительно легкой мишенью для украинских военных, моим коллегам из программы «Утро» объяснил украинский военный эксперт Павел Лакийчук. Ну, рассосредоточить корабли флота – это довольно легко сделать. И это надо было россиянам сделать еще в 2022 году, а не в 2023. За что они и поплатились. Но рассосредоточение сил флота – это не есть перебазирование. В Севастополе, в главной базе Черноморского флота, россияне сконцентрировали все средства обеспечения флота. Более того, после 2014 года россияне продолжали ту же самую политику. И вместо того, чтобы рассосредоточить средства обеспечения, арсеналы, судоремонтную базу, они ее сконцентрировали в Севастополе. Более того, основным предприятием судоремонтным Черноморского флота был определен Севморзавод, тоже отжатый украины завод в Севастополе. И вот стал тандем основных судоремонтных предприятий. 13-й судно-ремонтный завод Черноморского флота и Севморзавод. Хотя даже в той же Украине отжатой Феодосии, там завод море, залив Керчи, но это слишком далеко. Вот они все держали в куче. И теперь, рассосредоточив корабли, они вынуждены эти корабли опять же отправлять в Севастополь, в ремонт, в арсеналы для получения боеприпасов, ракет и прочих, в шхиперское имущество, штурманское имущество. И сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Российские следователи вменяют ему совершение террористического акта, которое повлекло смерть человека. По информации газеты «Коммерсант», обвинение связано с подрывом грузовика на Крымском мосту в октябре 2022-го. Накануне в интервью украинскому каналу СТВ глава СБУ рассказал о двух успешных атаках на Крымский мост. И с тех пор, по словам Малюка, Россия не использует его для переброски вооружений. И если причастность к атакам на Крымский мост в СБУ не скрывают, то о нападениях на российских пропагандистов или украинских перебежчиков глава ведомства говорит иначе, мол, СБУ может рассказать подробности. И сегодня Владимир Зеленский, украинский президент, сменил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который был на этой должности с 2019 года, заменит Александра Литвиненко. До сегодняшнего дня он возглавлял службу внешней разведки. Что вызвало такие кадровые перестановки, мы спросили у украинского политолога Владимира Фисенко. Поводом для увольнения, я думаю, стало то, что в одном из недавних интервью Данилов себе позволил крайне по-хамски, нецензурно, вызваться в адрес спецпредставителя Китая, который недавно встречался с президентом Зеленским, с главой Офиса президента, и сам Зеленский, и украинская дипломатия прилагают титанические усилия по диалогу с Китаем. Это очень деликатная сфера. С Китаем нужно выверять каждый шаг. И тут, ну скажем так, как наждаком по стеклу, или, извините, так, грязным солдатским сапогом по тонкой дипломатической материи. Заявление, о котором только что говорил Фисенко, теперь уже экс-глава украинского совбеза, сделал в эфире, секретарь, экс-секретарь украинского совбеза, сделал в эфире национального телемарафона. Мы не можем повторить это слово в эфире, но я думаю, что будет достаточно сказать, что он исковеркал имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя. Также мы спросили, что известно о новом главе совбеза Александре Литвиненко. Он работал в аппарате СНБО в разные периоды времени. Я помню, он еще в 2005 году был главой департамента и, по сути, помощником тогдашнего секретаря СНБО Петра Порошенко. Очень важно. Несмотря на всю любовь к Петру Порошенко, видите, люди, которые с ним работали, но которые являются профессионалами, могут назначаться на высокие должности. И потом уже при Зеленском, он тоже себя очень хорошо проявил. Он знает, как работает аппарат СНБО. Этой ночью под обстрел попал Белгород и Белгородская область. Минобороны России отчиталось о уничтожении 13 воздушных целей. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали два человека. Они попали в больницу с черепно-мозговыми травмами. Повреждены около 20 частных домов. Сигнал ракетной опасности в городе не звучал. И Гладков заявил, что тревогу не включали специально. Ночью не включили сигнал ракетной опасности. Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улице, не сел в машину, не начал движение. Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома. Позже Гладков сообщил об обстреле села Оголовчина. Грай Варановского округа пострадали три человека. Двое из них – сотрудники МЧС. Повреждены четыре дома и шесть автомобилей. Одна из машин сгорела. Александр Лукашенко устроил внезапную проверку белорусских воинских частей на границе с Литвой. Лукашенко прибыл на учения в Гродненской области и заявил, что вооруженные силы будут пересекать любую провокацию со стороны Литвы или Польши. При этом, по его словам, ни Беларусь, ни Россия не собираются нападать на эти страны. К слову, перед полномасштабным вторжением и в России, и в Беларуси тоже заявляли, что на Украину никто не собирается нападать. Опасается ли в Украине повторного вторжения с белорусской территории, выяснял Андрей Кузаков. Валерий местный житель села Днепровская, которая расположена у самой границы с Беларусью. Так он реагирует на информацию, если с белорусской стороны вновь попрут российские колонны. Говорит, местные жители опасаются учений в Беларуси, но и селу просто так сдавать не собираются, если снова их попытаются захватить. Этот горький опыт учитывают и украинские пограничники. Это международный пункт пропуска на границе с Беларусью. До 24 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, здесь было очень людно. В хорошие времена границу здесь переходили до 3000 человек в сутки. В обе стороны. Украинцы ехали в Беларусь, белорусы ехали в Украину покупать разные товары. Также через Украину они летели на море куда-то в Египет или в Турцию. А после 2022 года этот участок напоминает какую-нибудь линию фронта. Блиндажи, окопы, огневые точки. Здесь успели выкопать даже противотанковые рвы. Действуются минувания, здействуются лесовые завалы, своего рода разные пастки. Хотя участок границы с Беларусью можно назвать спокойным, украинские пограничники начеку. Вот я смотрю в бинокль на них, они смотрят туда, туда. Не хотят наши глаза, ну это в бинокль его так просто. Сколько я раз так бачу, так оно есть. Ну, ведут спадержане лево, право там. Вводят погляд? Да, как бы погляд. А почему как вы думаете? Ну, я думаю, может им много стидно. Знаем, что певная частина, невеликая частина, как российских найманцев, так и регулярных войск. Частина авиации находится на территории Республики Беларусь, но сейчас никакой загрозы для нас они не несут, потому что там нет сильного и великого ударного кулака. Стороны наблюдают друг за другом, иногда вступают в контакт. Так белорусские пограничники жалуются, что украинские коллеги показывают им непристойные жесты, могут повесить чучело в российской форме. В ответ белорусская сторона через громкоговоритель включает украинским пограничникам рецепт борща. Товарищи украинские прикордонники, не забывайте про то, что белорусский и украинский борщ очень похожи между собой. Украинские пограничники отвечают. Ваш борщ вельми одрознивается от нашего. Вот теперь белорусский борщ. Больше нагадывая русские щи. Также украинские пограничники вместо красно-зеленого флага Беларуси вывешивают бело-красно-белый, который стал символом борьбы за демократию в стране. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко. Настоящее время. Впервые с начала войны между Израилем и группировкой Хамас она признана террористической в Европе и США. Совет безопасности ООН сумел одобрить резолюцию о прекращении огня в секторе газа. Соединенные Штаты при голосовании воздержались. Из-за этого премьер Израиля отменил запланированный визит делегаций своей страны в Вашингтон. Далее все подробности. Кто против? После вопроса президента Совета безопасности ООН все взгляды устремлены на представительницу США. В тексте резолюции по сектору газа нет четкого осуждения нападения Хамас на Израиль. И это прекрасно известно всем присутствующим. Линда Томас-Гринфилд не поднимает руку. Вашингтон воздержался. Резолюция о немедленном прекращении огня в итоге принята. 14 членов Совбеза из 15 ее поддержали. Мы высоко ценим желание некоторых членов этого совета принять некоторые наши важные поправки и улучшить эту резолюцию. И все же часть ключевых дополнений была проигнорирована. В том числе наш призыв добавить в текст осуждение Хамас. И мы не совсем согласны в этом тексте. Именно поэтому мы, к сожалению, не смогли поддержать его. В тексте сказано, что ООН требует от обеих сторон конфликта прекратить огонь на время священного для мусульман месяца Рамадан. В этом году он закончится 9 апреля. Израиль расценил поведение США как недружественное. Премьер Бениамин Нетаньяху отменил запланированный визит израильской делегации в Белый дом. Во время заседания представительница Соединенных Штатов несколько раз повторила – перемирие может начаться только после освобождения заложников. По мнению Израиля, США могли бы снова использовать свое право вето и не допустить принятия резолюции в нынешнем виде. Эта война началась из-за резни, которую устроил Хамас. Прошло уже почти шесть месяцев, а Совет Безопасности так и не осудил насильников, которые убивали детей. Резолюция, которую приняли только что, составлена так, словно эта война началась просто так, сама по себе. Давайте я прямо скажу – не Израиль начал эту войну, и Израиль не хотел ее начинать. Признанное террористическим в Европе и США движение Хамас приветствовало голосование и текст резолюции. Ее поддерживают и власти палестинской автономии. Эта резолюция должна все изменить. Она должна спасти жизни людей. Она должна стать сигналом к тому, что должны прекратиться зверства в отношении нашего народа. Убивают целый народ. Целый народ изгоняют из родного дома. По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газа, за время операции там погибли больше 32 тысяч палестинцев. В сектор Газа пытаются доставлять гуманитарную помощь – по суше, по морю и с воздуха. Но эти усилия, как считают в ООН, не помогут предотвратить надвигающийся голод. Переговоры о перемирии идут много месяцев безуспешно. Хамас требует вывода израильской армии из сектора Газа. И только на этих условиях готов освободить заложников. Их более 130 и их удерживают уже полгода. Израиль категорически отказывается прекращать военную операцию до полного уничтожения группировки боевиков. В Амурской области России остановили спасательные работы на руднике «Пионер». 18 марта после обвала в шахте остались 13 шахтеров. Сейчас паузу в поисковых работах объясняют угрозой безопасности. Все подробности у Дмитрия Кожурина. Камера, спущенная в скважину рудника «Пионер», где неделю назад под завалами оказались шахтеры, обнаружила воду. В результате обрушения, случившегося 18 марта в Амурской области, под завалами оказались 13 человек. Связи с ними нет все это время. По данным руководства Амурской области, на протяжении всей недели спасатели непрерывно бурили три разведывательные скважины. Спасательные работы пришлось остановить из-за угрозы повторного прорыва породы в рудник и обвала борта карьера. В операции по поиску и спасению горняков задействованы более 200 человек. На данный момент спасатели и инженеры выведены из шахты. Под завалами находятся вахтовые рабочие из других регионов, в том числе из Новосибирской области и Башкортостана. Вы знаете, вот хочу сказать так, когда-то это где-то в другом месте происходит, а прочитал и прошел как-то мимо. А когда на твоей земле, именно в твоем руднике, это как-то аж какая-то дрожь в теле, как будто озноб. Сразу первая реакция была. В понедельник был задержан управляющий рудника. В его отношении возбуждено уголовное дело о халатности. 27 марта для мониторинга ситуации в карьер будет доставлен специальный георадар, с помощью которого планируется оценить состояние горных масс, воды и льда. О возможных сроках возобновления спасательных работ пока ничего не сообщается. Дмитрий Кожурин. Настоящее время. И сегодня 40 дней со дня смерти Алексея Навального. В христианской традиции в этот день поминают умершего. В Москве люди приходили к могиле российского оппозиционера, чтобы почтить его память. Политик умер 16 февраля в колонии в поселке Харп. Его сторонники считают, что он был убит. Кадры с кладбища сегодня публикуют телеграм-канал РусНьюз. Люди приходили с плакатами и портретами Навального. Сегодня на Борисовское кладбище пришли и матери Алексея и Юлия Навальных. Они поблагодарили пришедших. И сегодня же на 40-й день после смерти политика на канале Навального выпустили песню, посвященную ему. В ее записи приняли участие известные российские исполнители и журналисты. Ной Симси, Зимфира, Леонид Парфенов, Макс Покровский и другие. Вот давайте посмотрим небольшой фрагмент. Выйдя из тела, сверху хохочет над палачом. Раб божий Алексей в этом деле не новичок. Внизу там шестерка, черт, лебезит, аж слюна течет. И на стол своему хозяину подробный кладет отчет. Вспоминают Алексея Навального и в других странах. В Швеции, в Стокгольме Королевский драматический театр играет спектакль, который называется «Навальный суд». Его уже посмотрел и поговорил с артистами Андрей Шилов. 2 февраля 2021 года. Симоновский районный суд Москвы рассматривает дело вернувшегося из Германии Алексея Навального, который только восстановился после отравления. Это то самое заседание, где на стекле аквариума Навальный рисует сердечко. Жест станет символом его стойкости и оптимизма за решеткой. Во-первых, я намерена запретить видео и фотосъемку во время заседания. Есть возражения? Сторона обвинения? Спасибо, Ваша честь. Возражений нет. Хотя съемку на том процессе запретили, пресса опубликовала фрагменты из стенограммы. На основе этих записей и других свидетельских показаний пьесу для Королевского драматического театра написали журналист Педер Карлквист и режиссер Дмитрий Плакс, уроженец Белоруссии, живущий в Швеции. Мне кажется, что у Навального было все то, чего нет у Путина. То есть Навальный был харизматичным человеком, обладал чувством юмора. Это был человек, у которого была способность и меняться, и учиться. Представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, только вы сами забыли представиться. Я вам потом объявлю состав суда. Меня зовут Навальный Алексей Анатольевич. Это очень странный суд. В некотором смысле, конечно, это вымысел. Но, как мы знаем, это очень близко к тому, чем был этот судебный процесс. Строго говоря, придуманных слов в пьесе вообще нет. Просто это невиданная здесь концентрация российской действительности. И профессионалам сцены кажется, что в жизни так не бывает. Это очень, очень странный судебный процесс. Процесс, который выглядит совершенно абсурдно. И люди там словно играют в какую-то игру. У меня нет красной лампочки. У вас микрофон всегда работает. Значит, я в привилегированном положении, как всегда. Это документальный театр. И в смысле основы для пьесы. И в том, что это документ времени со всеми подробностями. Из которых и складывается навальновский образ финальной битвы между добром и нейтралитетом. Я думаю, что важно для шведского зрителя тоже понимать, что определенные тенденции в развитии общества, любого общества, не только российского, могут привести вот к таким результатам. Для того, чтобы этого не произошло, нужно что-то делать. Суд закончится приговором. Условный срок, вынесенный ранее, Навальному заменят на 3,5 года колонии. Зритель знает, с живым герой из зоны уже не выйдет. Но последнее слово, конечно, не за судьей. Навальный обратится к жене Юле, точнее, в зрительный зал. Мне кажется, Навальный очень обаятельный. Я думаю, в спектакле это хорошо показано. А еще он, как это говорят, на правильной стороне. Сегодня в Стокгольме лицо Навального на театральных афишах, в прессе и на стихийном мемориале у российского посольства. Как и во многих мировых столицах, цветы, фотографии, рисунки, свечи появились здесь в день трагической новости 16 февраля и остаются до сих пор. По известной формулировке Ахматовой, когда человек умирает, изменяются его портреты, по-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой. А еще иначе звучат его слова. Посты Навального в ЖЖ, его мемы про жуликов и воров и жабу на трубе. Наконец, прекрасная Россия будущего. И не сдавайтесь, мы необыкновенно сильны. Теперь это не только запоминающиеся фразы. Свидетельство расчета и искренности, ошибок и триумфа. Это наследие Навального, самого сильного и последовательного оппонента российской власти в путинской России, отдавшего жизнь за свои убеждения. И, вероятно, первое после его смерти художественное произведение, основанное на его словах, не станет последним. Андрей Шилов, Стокгольм, Швеция. Специально для Настоящего Времени. Ну а наш эфир на этом подходит к концу. Ставьте лайки, если для вас это безопасно, а это небезопасно в России и Белоруссии на оккупированных украинских территориях. А на всех других – welcome, ставьте лайки. На вас теперь больше ответственности. Так что больше людей увидело этот эфир. Читайте наш сайт currenttime.tv и подписывайтесь на нас в социальных сетях. Меня зовут Ирина Ромалийская. До свидания. Здесь сумасшедший симбиоз. Посмотрите, тут у нас элементы Берекаоба. Лев держит в руках здание, в котором мы сейчас находимся. Может ли быть в асимметрии гармония? Левая и правая часть здания, они асимметричны. Это как инь и янь, которые соединяются в середине, воедино и устремляются вверх к вечной любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова